Эта модель нацелена на все возможности, которые давала на модель 1000, но при этом еще добавился к ней такой интересный модуль, как видеокарта. Причем не просто видеокарта, а видеокарта достаточно производительная. Это GeForce GT630 1000, как вы знаете, он идет у нас на базе Атлончика X2, в комплекте 2 гигабайта оперативной памяти. Многим было интересно, какие же возможности есть в плане игровых. И сейчас, по просьбе, мы уставляем сюда достаточно хорошую видеокарту и продемонстрировали игру Мир Танков. Поскольку очень многие пользователи берут компьютер с заделом или уже специально для того, чтобы играть в эту замечательную, очень популярную игру. Перед началом посмотрим характеристики нашего компьютера, нашего PC. Кстати, он оформлен стандартно на базе блока Fujitsu Siemens. Это все оригинальные полностью запчасти. Это не какой-то там дешманский китай, это реально вот те Fujitsu Siemens, которые еще делались. Которые делались из качественных запчастей, качественные процессоры, память, жесткие диски. То есть, не тот вам, который продается сейчас, а вот эти олдскульные еще Fujitsu Siemens, которые работают долго и работают качественно. Итак, у нас есть Атлончик X2 Dual Core процессор 4000+, который, кстати, очень хорошо гонится. То есть, для оверлокеров есть задел. 2 гигабайта оперативной памяти, можно расширить до 8 абсолютно без проблем. Доставляются блоки, ставятся. И по видеокарте, кстати, стоит у нас сразу же 64-разрядная система. То есть, можно доставлять память оперативную, простите. И видим, в GT 630 стоит у нас так, давайте запустим сейчас Мир Танков и посмотрим, как она идет. Что говорить о производительности в других играх, то вы просто можете сравнивать требования игры Мир Танков. Идет она с хорошим FPS, идет она без проблем на средних настройках. Можно и высокие ставить. Ну, я думаю, что для средних вполне достаточно. Еще и сглаживание включено, поэтому без проблем. И отключено ограничение по кадрам. То есть, у нас не падает графика в зависимости от количества кадров в секунду. Поэтому, если говорить о производительности в других играх, то все игры, которые будут на уровне игры Мир Танков, будут абсолютно без проблем идти в том запасе производительности, который необходим. Но, опять же, мы можем здесь добавить оперативки, мы можем здесь разогнать процессор. У нас есть еще задел, где-то процентов 30-40 производительности мы можем выиграть. Но я этого делать не стал, как бы я не занимаюсь оверлокингом. Это уже будет на желании того человека, который приобрел себе компьютер. Просто этот видеообзор с целью показать игровые возможности PC-1000 в исполнении 1700GT. Сейчас запустим игра Мир Танков. Первый запуск у нас. Видим даже еще авторизации. Авторизация есть уже. Войти. Кстати, мониторчик тоже кудрит у Siemens. Можно привезти одним комплектом, отлично работают связки. Через аудиокабель подключайте, даже колонки нужны. Здесь стереосистема и отличный стереоэффект получаете. Можно фильмы сеть, в игры играть, абсолютно без проблем. То есть это тоже оригинальные мониторы. Еще когда их делали действительно качественно, они как сейчас там месяц-два поработали и все. Неси в сервис. То есть действительно хорошая, качественная техника, европейская, надежная. Еще это до слова надежность имела хоть какое-то значение. Сейчас, к сожалению, идем только в одном направлении. Купил месяц, поработал, уже покупаешь себе новый. Так, вот мы в ангаре. Что? Давайте на льве покатаемся. Такой универсальный танк. Я не претендую на звание лучшего танкиста. Играю ее редко. Так, чисто для обзоров. Поэтому прошу не пинать меня за технику игры. Здесь только с целью продемонстрировать уровень производительности, FPS и в целом играбельность. Да, раньше эта игра, конечно... Да, она сейчас очень популярна. Миллионы похлонников по всему миру. И в Украине у нас растет уровень компьютеризации. Уже все больше и больше семей обзаводятся компьютерами, ноутбуками. У каждой семьи почти есть интернет, Wi-Fi. Поэтому, конечно, многим хочется поиграть. Игра классная, интересная. Особенно, если у вас есть какие-то тактические задатки. Тут не просто так в бой и погнал, там, крушить. Тут еще нужно думать, играть в команде. Так, что у нас здесь? Загрузаемся. Смотрим на FPS. Более 30. Сглаживание здесь сейчас включено. Включено сглаживание. Видим... Где-то сейчас приближу. Не видно никаких артефактов. Никаких квадратиках. Видим, графика точно хорошая. Эффекты присутствуют. То есть, фактически, мы говорим, что графика на уровне. Даже, вот, видим, выхлоп идет сзади. Так, куда мы поедем? Куда едут? Или в город поедем? Поедем в город. Какая красивая проработка. Очень красиво игра прорисована. И меняется, если приближаю. Звук как будто сзади становится. Эффект. Слышите такое, да? Звук как будто назад пошел. Вот звук передо мной. Чувствуйте эффект, да? Вот я приношу. Звук как будто сзади меня. Принешу звук впереди меня. Принешу звук впереди меня. все он все отправился в ангар из 3 который выкатился так беспечно и 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 Ох, ну вот от кого-то прилетело. Еще раз прилетело. Ого, походу все. Накидали нам тут, нормально так. Ага, Т-95 тут у нас стоит на гуслях, пусть еще постоит. Может в башенку попадем? Все, нет больше Т-95. Что у нас там? О, а вон-то нам накидывал этот веселый HTC. Ну, где-то там, нет, не видно. Напоследок. А, нет, еще один остался. Что за чудо такое было? Все, да. Угу, ну все, там уже космос будет металлом вангард. Убой пройдем. Ну, скажем так, не лучший бой, но все мы проявили. Чуть-чуть ХП у противника забрали. Поэтому в целом играть было вообще без проблем. Таких сильных фризов не было. В игре не было каких-то серьезных дискомфортных. То есть в принципе комфортно играть. Если там снизить графику, вообще можно и ПС повысить вообще без проблем. Что мы там набили сегодня, посмотрим. Ну, мы так еще неплохо оказались. Вон там на 5-м месте, кажется. Так что, а ночью медальку получили? Спартанец. Ничего себе. Все, ребят, это был обзор ZEV1700GT. Поэтому, если вам необходим именно недорогой, недорогой комп с именно игровой задатками, игрового компа и возможность играть такие игры, как мир танков и на уровне их, то, пожалуйста, без проблем приобретайте. На базе Fujitsu Siemens собран, полностью оригинальный. Особенно можно взять связки с монитором. Еще и будет замечательно готовое компьютерное решение. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Будет еще много интересного видео. В завершение. Всем вам здоровья. Вам еще близким. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok